Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии, и я рада вас видеть снова на моем канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями, а также новостями из Швейцарии. Тот, кто еще не подписался на мой канал, может сделать это прямо сейчас. Ну а я еду сейчас на свою любимую работу на поезде, так как у нас в городке проходит фестиваль йодлеров целую неделю, и полностью весь город перекрыт. Поэтому, возвращаясь к своему любимому транспорту, два часа мне на поезде в одну сторону, отличный повод поучиться, скоро последний экзамен, ну а также снять для вас интересное видео. А тема сегодняшнего сюжета будет у меня посвящена сексуальным меньшинствам в Швейцарии, так как именно сейчас проходят прайд-дни, везде вывешиваются радужные флаги, и очень многие из вас негативно настроены на таких людей. Ну а я вам расскажу, как в Швейцарии обстоит с этим вопрос, так как моя дочка, выпускница девятого класса швейцарской школы, посетила потрясающий музей, посвященный этой теме, и, конечно же, в полном восторге пришла и рассказывала мне такие вещи, на которые у меня открылись глаза, и, конечно же, я спешу об этом поделиться с вами, дорогие мои подписчики. Интересная эта тема? Поехали вместе со мной! Меня очень удивили и огорчили комментарии некоторых людей под моим прекраснейшим видеоконцертом Элтон Джон из Берна, где мы провели великолепное время, и я с вами поделилась даже прямым эфиром оттуда талантливейшего музыканта, потрясающего композитора. Не все знают, что музыку к мультику «Король лев» написал Элтон Джон. Вообще, люблю читать биографии знаменитых людей, а также, кто не знает, есть фильм про Элтона Джона, который вышел, по-моему, пару лет назад, про его становление звездой. И, конечно же, реакция многих людей, которые стали применять к нему жуткие оскорбления и переходить на личности, и затрагивать его сексуальные предпочтения. Мне так стало удивительно, неужели в 2022 году кто-то еще интересуется вопросом, кто с кем спит и что делает. И поэтому, я думаю, таким людям будет интересен мой сюжет, так как в школе швейцарской детям объясняют такие моменты, и, судя по реакции моей дочки, ее весь класс был в полном восторге от этого музея. Очень было жалко, что моя дочка ни в коем случае не хотела лично рассказать то, что она увидела и пережила в этом музее, потому что из первых уст, конечно же, столько эмоций и столько впечатлений, уст, конечно же, слышится все намного интереснее. Но, скажу я вам, я была приятно поражена вообще размышлением своей дочери, и как она меня убеждала и отвечала на мои вопросы. В этот день они со школой посетили не только этот музей, они также еще посетили злачные места в Берни и ночлежку для бездомных. Я сама пришла в недоумение, так как я никогда в жизни не видела бомжей на улице. А все потому, что есть в Швейцарии бесплатные ночлежки, где эти люди могут прийти на ночлег, где могут поесть и принять душ. И об этом выпущу я отдельный сюжет, потому что именно в этом месте весь класс просто пришел в шок. И все-таки как мне нравится швейцарская система образования, как они учат детей таким вот моментом, жизненным моментом, из уст самих же людей, кто прожил эти моменты, кто делится своим опытом. И, конечно же, это воздействует на детей лучше и глубже, чем просто будут родители им говорить, что это нельзя, а это можно. Вот, об этом выйдет завтра сюжет, обязательно сегодня его сниму. Так вот, вернемся к музею КВР. Этот музей не просто про людей нетрадиционной ориентации. Этот музей про человечество, про то, что все люди равны между собой. Про то, что дискриминация людей в сегодняшние дни просто ненормальна. В этом музее детям объясняли, что человек рождается в разных состояниях. Объясняли разницу между гермафродитерами, между трансгендерами, между гетеросексуальными, гомосексуальными. То есть, чтобы дети четко могли определить, к какому типу я отношусь, что мне близко. А этим вопросом задается очень много подростков в переходный период, когда они себя еще не могут четко идентифицировать. И я вам рассказывала, что у моей дочки есть в классе девочка, которая с шестого класса называет себя Джой. И как весь класс воспринял ее изменения, что она начала носить мужской костюм, сделала мужскую стрижку. Восприняли это все как в порядке вещей, абсолютно нормально. Мне интересно, как в ваших странах дети реагируют на таких одноклассников. Все-таки идет жуткая пропаганда затравливать таких людей даже от таких же нетрадиционной ориентации людей, как наши звезды, которые тщательно скрывают эту ориентацию и выступают против таких же, как они. Что меня всегда удивляло ужасно. Либо они признают свою сексуальную ориентацию, чтобы не потерять поклонниц бабушек стареньких. То есть, вот эти моменты, конечно, были всегда для меня дикостью. Вот, и будет интересно, если вы мне в комментариях отпишитесь, как бы в вашем классе ваши дети, ваши школьники восприняли бы такого одноклассника. Есть ли такие случаи, где дети набираются смелости признаться своим родителям, что он не совсем себя хорошо чувствует в своем теле? И как бы вы, как родители, отнеслись бы к такой ситуации? Как бы вы отреагировали, если бы ваш ребенок вам такое заявил? Я вам уже говорила в моих предыдущих сюжетах. Есть люди, которые не хотят, чтобы их идентифицировали по какому-либо половому признаку, которые внешним своим видом не выдают расположение к мужчине, либо к женщине. Это не значит, что они сами не знают, кто они, мужчины или женщины. Они не хотят, чтобы люди их как-то разделяли по полу. Вот, и на этом примере показывали детям, что есть растения, которые не имеют никаких половых признаков. Есть, например, жучки, которые цепляются к дереву, который меняет свой пол в течение жизни несколько раз. Сегодня он может быть мужского пола, оплодотворить самку. После облодотворения его орган отпадает, и он превращается в женщину. А самка после того, как родила ребятишек, превращается в самца. И вот так вот происходит в течение жизни много раз. Конечно же, детям это всё было интересно. Это музей про дискриминацию людей по каким-либо, по каким-либо моментам. Не только по сексуальной ориентации, а также по половому принадлежностям, по расовым каким-то отличиям. То есть вот этот флаг, который вы видите, радужный, он и символизирует то, что все люди равны. К ним нужно относиться наравне. Там был целый зал знаменитостей мировых, которые точно так же отличаются от обычных людей, но они не боятся высказывать свою позицию и открыто говорить о том, кем они являются. Почему? Чтобы другие люди, у которых есть это в глубине души, но они боятся об этом высказаться, боятся об этом рассказать, так как будут подвержены моббингу со стороны родственников, знакомых, одноклассников и так далее. И меня всегда очень удивляют комментарии некоторых людей из наших постсоветских стран, где эта тема вообще табу и очень гомофобно настроенные люди, которые называют Европу гей-ропа. Дорогие мои, присмотритесь, пожалуйста, кто сидит в ваших правительствах, кто выступает на ваших сценах, и немножечко раскройте глаза. Геи есть не только в Европе, а есть и были всегда во всем мире, в том числе и в ваших странах. Просто очень жалко и обидно, что в ваших странах их просто уничтожают и не принимают за людей. Когда я своей дочке сказала, ну ты же понимаешь, что эти люди, даже если они в открытую говорят, что, допустим, вот я предпочитаю мужчину, мужчина предпочитает мужчину, то эти люди очень несчастливые, потому что общество их все равно не принимает, они одиноки. И моя дочка сказала, нет, мама, в Швейцарии эти люди не одиноки. В Швейцарии им дали право жениться, им дали право усыновлять детей. И даже в нашем городе, в ее классе, есть такая семья, где две мамы воспитывают дочку. И у них прекрасная семья, прекрасные отношения. И эта девочка абсолютно никак не отличается от одноклассников. Ее никто не высмеивает, ее никто не задрючивает. И она с гордостью говорит, что это мама-мама, а это мама-папа. И ничего ужасного в этом нет, потому что все люди разные, и мы должны уважать этих людей и уважать их мнение. И этому нам нужно поучиться. И когда я свою дочку спросила, ну вот ты же знаешь пример с дочкой Анжелина Джоли. Сначала она думала, что она мальчик, сейчас она опять девочка. И моя дочка сказала, мам, это абсолютно нормально, потому что очень многие дети рождаются и не понимают, кто они. Они не могут себя идентифицировать. И им для этого нужен опыт. Кому-то это ясно уже через 5 лет, кому-то через 10, а кому-то в 13, когда идет перестройка гормонов, когда гормональный фон меняется, и ребенок задумывается, и хочет задумываться, кто он, для чего он пришел в этот мир. И он пытается примерить на себя разные ситуации, разные образы. И в этом тоже нет ничего ужасного и плохого, во всяком случае, в цивилизованном обществе. На своем примере я точно так же вам уже, по-моему, рассказывала, что где бы я ни работала, везде были люди нетрадиционной ориентации. Но об этом я узнавала спустя, не знаю, год работы, абсолютно случайно, потому что внешне эти люди абсолютно никак ничем не отличаются. И я пришла к выводу, что, допустим, в наших странах, если мы видим гея, это длинные ногти, кольца, какие-то прозрачные блузки, какой-то вызывающий вид одежды, то это, скорее всего, мужчина, парень, который ищет себе спонсора, точно так же, как есть женщины, которые ищут себе папочку. В этом случае я даже не уверена, его это ориентация с рождения, либо приобретённое, чтобы позволять себе через спонсора получать какие-то выгоды в этой жизни. Что же касается людей, которые родились с этим, которые чувствовали себя такими с рождения, они ни в коем случае себя ничем не выделяют. Это абсолютно обычные люди и живут в своей счастливой жизни только с партнёром такого же пола. И точно так же они ездят в отпуска, проводят выходные и распределяют обязанности в семье, точно так же, как в любой другой нормальной семье. И я точно так же росла в этой пропаганде против разных рас и какой-то гомофобии. Особенно это было в советских школах. Не дай бог где-то чем-то выделяться, не дай бог что-то красивое от детей. Она себе это всё испытывала точно так же в детстве. Но переехав сюда, для меня тоже были эти моменты изначально какие-то дикие. Дикостью было даже то, что здесь люди в открытую проявляют свои чувства, держатся за ручки, целуются, обнимаются. И я на это смотрела с таким недоумением, потому что была выращена в ужаснейших комплексах, что всё надо делать за закрытыми дверями спальни. И что я хочу сказать этим сюжетом? Что у каждого из вас может быть своё мнение. Я ни в коем случае не пытаюсь его изменить. Но я призываю вас быть открытым ко всему новому. И прежде чем кого-то осуждать, а тем более, не дай бог, оскорблять людей, которые чем-то отличаются от вас, поинтересуйтесь, пожалуйста, этим вопросом поглубже. Задайте себе вопрос, а чем вы лучше этого человека? А чего вы решили, что вы нормальный, а он нет? И безумно мне нравится поэтому швейцарская школа, где учитель заметил какие-то настроения школьников по отношению кому-то, да, там, допустим, какой-то моббинг. И вот он повёл детей в этот музей, и моя дочка говорит, они сидели все с открытым ртом, конечно же, где-то они смеялись, когда эти растения им показывали, про этих жучков им рассказывали. Но в итоге они вышли из этого музея с чётким осознанием, что все люди имеют равные права, право на существование в этом мире. Каждый человек принимает себя таким, как он есть, и ни в коем случае не должен этого скрывать, либо внутри себя это таить. Конечно же, я очень надеюсь, что и в нашем обществе когда-нибудь произойдёт вот этот перелом, когда люди не будут стесняться самих себя, когда люди не будут прятаться, и не будут скрывать своих чувств, своих желаний, своих эмоций. Вы постоянно смеётесь и прикалываетесь над людьми, которые в Европе, например, в Швейцарии в частности, могут носить какую-то странную одежду. Здесь можно увидеть мужчину с женской сумочкой, либо женщину в какой-то растянутой мужской одежде, либо там мужчину на каблуках. Это не значит, что он гомосексуалист, это не значит, что он трансвестит, это не значит, что он какой-то ненормальный. Это значит то, что ему просто нравится эта обувь. Ему просто понравилась эта сумка. И эта женщина в музее точно так же сказала, я когда захожу в магазин, я не смотрю, где женский и где мужской одея. Я покупаю ту одежду, которая нравится мне. И я не могу понять, почему я должна носить то, что навязывает мне общество. То есть такое восприятие, такое понятие возможно только в открытой стране, где демократической стране, где у каждого человека есть свое право на свое личное мнение. А другие люди настолько толерантны, настолько воспитаны, настолько негомофобны, что они принимают других людей такими, как они есть. И ни в коем случае их не осуждают. Я как мама прекрасно вас понимаю, когда есть такие комментарии от моих подписчиков, которые говорят, боже мой, надо ребенка оградить от этого общения, чтобы они этого не знали. Но вы же прекрасно понимаете, что сегодняшний мир интернета и вседоступности информации никак вы не оградите ребенка. Мало того, тут же проблема не в полученной информации, а проблема в том, что человек сам не уверен в себе и недоволен своим телом. И плюс еще есть такой момент, когда в семье, допустим, трое детей родилось, и один из них нетрадиционной ориентации. Это же не говорит о том, что его неправильно воспитывали. Так же, как папа всю жизнь был примерным семьянином, и тут через какое-то время он вдруг начал носить женскую одежду. Опять-таки, это не потому, что он сошел с ума, а потому что он всю жизнь этого хотел, но боялся высказаться и боялся показать себя в таком вот виде, что люди будут над ним смеяться и его осуждать. Все очень просто. И, кстати, гей-парады, которые вы все время высмеиваете и вам непонятно вообще, с какой целью они проводятся. Не знаю, как в ваших странах, в Швейцарии, на такие парады выходят люди с этими радужными флажками, чтобы показать свою толерантность к тому, что есть в этом мире разные люди, и мы это уважаем, мы это акцептируем. Вот, это вообще никак не связано с сексуальными меньшинствами. Сюда относятся люди и рожденные с дефектами, и инвалиды, и разных цветов кожи, разных национальностей. То есть, это солидарность с тем, что в этом мире все люди имеют одинаковые права. Я очень надеюсь, что мой сюжет был кому-то полезен и позволит пересмотреть своё скептическое отношение к некоторым вопросам, потому что некоторые люди, не вдаваясь в подробности, услышал звон, не знает, где он, не читал, не видел, но осуждаю из этой оперы. Поэтому я всегда за то, чтобы люди были открытыми ко всему новому, и только проникнувшись информацией, только после этого принимали какие-то решения и высказывали своё мнение по какому-либо вопросу. А ваше мнение я уважаю, оно может быть абсолютно отличным от моего. Но при этом я не буду переходить на грубости, оскорбления и унижать других людей, только потому, что они не такие, как я. Ну что, дорогие мои, спасибо, что досмотрели этот сюжет до конца. Спасибо за лайки, за комментарии. Ну а мы увидимся с вами уже завтра в не менее интересном сюжете. До новых встреч. Пока-пока. А я заодно после работки ножки свои разработаю. Смотрите, какая красота. Здесь надо разуться. И босиком идём. Сначала по крупным камушкам, потом по мелким. Деревяшечки. Вау! Шишки. Травка. Мелкий песочек. Для того, чтобы чувствовать природу в разных её состояниях. так же, как и люди есть разные, так же и наша природа разнообразная. Вот так вот она выглядит, эта дорожка. И находится это прямо возле моей работы в парке. Семь, земляет, земляет, Семь. Устан.